Сегодня в программе «Удачная среда» смотрите Сохраняем урожай Способы защиты сада от вредителей Луковый рекорд – задача не из легких Какие работы пришлось провести жителю Англии, чтобы вырастить гигантский овощ Нюансы лунного цикла – ориентируемся по календарю Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники Сегодня нашу передачу посвящаем самой актуальной на сегодняшний день теме Это защита сада от вредителей Если мы с вами посмотрим, смотрите, как летают у нас эти бабочки Вот эти бабочки с черными прожилками – это называется бабочка-боярышница Она сейчас нам, когда она летает, вреда никакого не приносит Наоборот, опыляет малину, землянику и так далее Но кладку свою она ложит на наших яблонях, на наших грушах, на сливах И через какой-то период времени, порядка неделя, из этой кладки вылупляются червячки Что делают эти червячки? Эти червячки, вот эти листочки будут скручивать Вот так вот скручивать будет И внутри здесь будет море-море червячков А потом ближайшие листочки вместе, вот скрученные, соберутся в большой пучок, обмотанный паутиной Это будет у нас вот это гнездовье бабочки-боярышницы А на сегодняшний день уже созданы гнездовья, так называемой яблоневой моли Она у нас с вами откладывала яички, когда яблоня цвела И вот сейчас эти все яички отложены И вот на этой вот яблоне мы уже обнаружили порядка 10-12 мест, где у нас квартирует яблоневая моль Она листочки не сворачивает, она их просто ближайшие листочки собирает в кучку Обматывает паутинкой И внутри этой паутинки вы сейчас увидите множество маленьких-меленьких червячков Вот эти два сейчас на сегодняшний день основных вредителя А вот ночной вредитель, ночная бабочка-малячка, называется бабочка-плодожорка Она самая опасная для урожая яблонь Каким образом? Плодожорка ест и сливу, и вишню, и яблоню Малячка, она ночью летает, серенькая, такая невзрачненькая, значит, малячка И откладывает она яйцекладку, как правило, вечером И лед у нее начинается где-то с 9 вечера до часу ночи, вот такой вот лед получается Откладывает она кладку на листочках, в общем-то говоря И когда вылупляются у нее червячочки, они быстренько Они еще где-то дней 10, дней 10 кладка лежит до вылупа Потом дней 5 червячочки маленькие питаются листвой И как они чуть-чуть становятся на лапки ползать начинают Они вгрызаются в молодые завязи яблок И вот тут уже будет очень-очень плохо нашему урожаю Тем более, что для того, чтобы окуклиться Одному червячку яблоновой плодожорки Нужно съесть зернышки внутри Они самого яблока не едят, они едят зернышко внутри яблока Так вот эти зернышки внутри, одна плодожорка съест 2, а то и 3 яблочка Плюс ко всему еще какая особенность есть Если вы потрясли яблоню или был ветер И упали, естественно, в первую очередь пораженные яблочки То вот яблочко, упав на землю сегодня днем, лежит Как только наступает вечер-ночь, личинка выползает из яблочка И шустро-шустро бежит к стволу Поднимается опять по стволу вверх И вгрызается в очередное следующее яблочко Вот такая она шустрая Вот поэтому нужны обязательно сейчас ловчие пояса То есть, когда вы пленочкой по кругу возьмете ствол внизу И намажете клеем То такие гусеницы, когда поползут вверх Они попадут на клей, на дерево обратно Они уже не вернутся Дальше, значит, придется заниматься очень серьезной защитой Ну так как вот яблоневая моль уже у нас есть Боярка сейчас начинает откладывать яйцекладку И начинает откладывать яйцекладку плодожорка Поэтому сейчас мы применяем прежде всего химическую обработку По так называемой молодой завязи Мало того, химическую обработку через 10-12 дней Нужно будет обязательно повторить В чем заключается химическая обработка Химическую обработку мы берем любые препараты Кто не любит совсем химическую, можете брать биологическую защиту Это вот такие препараты, как липидоцит, фитоверм Вот эти вот препараты, они такого биологического действия Но они очень короткого действия То есть у них где-то 3-4 дня всего защита И этими препаратами вы будете постоянно повторять Это невыгодно Лучше брать серьезные препараты по типу фуфанона Фуфанон это действующее вещество молотион, то бишь карбофос Или вот такие комплексные вещества, как аллатар, интецм И вообще практически, вот такой вот новый препарат клатиомет Практически можно применять все препараты, предназначенные для колорадского жука Разводите согласно инструкции и опрыскиваете А вот опрыскивать надо яблоню Как мы сказали, летает когда плодожорка? Поздно-поздно вечером Поэтому опрыскивать яблоню нужно после 9 вечера В связи с тем, что на свежий раствор, который находится на листьях, на плодах В первую очередь попадутся взрослые особи этой самой плодожорки Помимо химического средства мы можем применять еще общие средства защиты Очень популярны всякие ловушки Вот это вот клеевая ловушка Вот видите, уже муха приклеилась к ней Вот она уже, здесь эта муха Вот вторая мушка уже приклеилась Это сейчас мушки А плодожорки ночью будут лететь Они любят оранжевый цвет И все будут прилипать вот к этой самой вот липкой поверхности Можно делать вот такие ловушки Посмотрите, очень просто Простая бутылка, сделали кошки, сюда налили Можно раствор яблочного уксуса налить Можно налить, ну, забродивший раствор, жиденький варенье И вот мы вот такой вот Почему надо пожестче делать закрепеж, чтобы ветром у вас не сбросило И вот в эту вот конструкцию мы с вами вешаем в крону дерева Причем в одну крону можно повесить 3, 4, 5 таких ловушек Не забывайте, что они все сюда попадут И через день, через два вам надо будет обязательно вытаскивать, освобождать эту ловушку от пойманных бабочек И, значит, заливать свежий раствор Вот так вот мы с вами боремся ловушечками Есть еще такая вот уникальная вещь, как называется феромонтная ловушка Вот они продаются, феромонтные ловушки Их сразу вот видно, вот, видите, написано уловиста, феромонтная ловушка Сами вы ее не сделаете, почему? Вот это все можно самим сделать внутри Здесь все клейкое и липкое Но вот сюда внутрь, вот на эту клейкую и липкую ложится непосредственно вот такая вот штучка Здесь у нас с вами, это запах феромонт, запах самок, бабочек И на этот запах летят самцы Если будет поймано огромное количество самцов этих бабочек То тогда они не оплодотворят чецамок и яйцекладка будет пустая Эту штучку мы ложим вот сюда Она вот тут прилипает внутри Вот, и все И вот такой феромонтной ловушки достаточно на один сад Если мы говорим липучки, мы по 2-3 ставим на одну яблоню То вот такая ловушка феромонтная достаточно на один сад Она достаточно, очень сильно выделяется этот запах И на этот запах летят, так сказать, с ближайших деревьев вот эти вот бабочки Итак, дачные рекорды Эта луковица в руках жителя Англии скорее похожа на репу Ее вес почти 8,5 килограммов Обхват в самом широком месте чуть больше 80 сантиметров Луковый рекорд заслуга Томми Гловара И дался он ему, скажем честно, нелегко Из-за погодных условий над овощем пришлось изрядно потрудиться И на это ушло чуть больше года Сначала лук рос в оранжерее Зимой она отапливалась, а летом охлаждалась Также Тони использовал лампы, которые имитировали солнечный свет И, конечно, не обошлось без дополнительных удобрений Теперь мы вам скажем, а как этот самый раствор наносить на деревья правильно Существует много всяких приспособлений Самое главное приспособление, которое в саду применяется Это обыкновенный вот такой опрыскиватель Вот, системы ЖУК, системы КВАЗАР Ну, много всяких продается Я вот предпочитаю этот Он более дешевый и удобный Вот он 5-литровый Вы его накачаете хорошо, чтобы было давление хорошее Вот Одели на плечика И регулируете, как он распыляет Вот если здесь вот эта вот головка будет сильно зажата Вот То он будет распылять близко Видите? Вот близко распыл А вам надо вон туда достать Как достать? Головку подальше отодвигаете Вот И у вас распыл уже будет достигать Вон деревьев Вон, видите, как мы их Вон где все Все достаем Все дерево достаем Вот На всю высоту достаем Но вопрос опять-таки Правильности опрыскивания Правильность опрыскивания состоит в том Что вы не должны путать слово обмывание Со словом опрыскивание А это значит, говорит о чем? Что мы с вами Опрыскиваем дерево Любое дерево Растения, помидоры, огурцы Что бы вы ни опрыскивали Вы опрыскиваете методом нанесения росы Вот мы Вот опрыскали листочки Вот Но вот так опрыскали Что капельки не стекают с листьев Вот он листик Он весь, видите, вот он весь в росе Но капли с него не стекают Это значит, раствор останется на листьях И будет действовать и работать А если я на это же место, посмотрите Опять еще несколько раз Погуще надо, побольше, да, якобы И что получается, смотрите Раствор стекает с листьев И на листе препарата не остается Он упал на пол Этот препарат Ну, немножко какая-то часть осталась А основная это часть препарата И расход большой И эффективность никакая Вот поэтому не забывайте Опрыскивание и обмывание Это разные вещи Вот это большим таким вот Ну, хорошо, нет денег Нет такого опрыскивателя Что же делать? Значит, вот это вот Обычный этот опрыскиватель ручной Он, в принципе, хорош Он тоже и так дает И если мы далеко отодвинем Он тоже и далеко дает Хорошо вот дает, брызгает Вон он, видите, тоже хорошо брызгает Но это маленький, ручной Им хорошо опрыскать помидорки Там маленькие кустики Большую яблоню садовую Этим не опрыскать Без рук останетесь Вот Есть такие же маленькие опрыскиватели Чем он хорош, вот этот опрыскиватель Он в миниатюре, как тот Здесь маленький его тоже Этот обратный клапан Чтобы не перекачать его Точно так же накачиваете И так же головка регулируется Близко, получается вот Далеко, получается вот Вот То есть удобный, хороший И, конечно, значительно дешевле Чем 5-ти литровик Но объем маленький И сейчас вот появился Вот такой Пневматический тоже Это уже совсем, значит Можно на полторашку На трешку одеть Вот так вот накачали Тоже накачали В отличие от этого Здесь руками А здесь накачали И то же самое Так же давление создали И пошло Вот так вот И когда зажали Будет у вас брызгалка такая Все зависит от того Как вы серьезно Хорошо накачаете Вот он пошел Я вас очень прошу Не упустите время Сейчас очень срочно Нужно обработать весь сад Повторная обработка Ровно через 10 дней Потому что, смотрите Бабочка летает Плодожорка уже летает вовсю А яблоневая моль Уже сидит на дереве Лучше всего яблоневую моль Конечно Если есть возможность Обобрать руками Вот эти гнезда Вот И, значит И, конечно Перед обработкой И обрабатывать Если нет возможности Обработать Руками снять эти гнезда А потом уже Химическую обработку Постарайтесь Ну, как можно Лучше обработать Эти гнезда Чтобы червячки В гнездах погибли Это сложно Потому что они в паутинке Но все равно Раствор их достает Вот желаю вам Спасти урожай Яблок и слив И получить Такие же Чистенькие яблоки Как лежат у нас На прилавках Для тех садоводов Которые выстраивают Работы на участке В соответствии С лунными ритмами Наш календарь 8 июня Растущая луна В стрельце Высадите рассаду Острого перца И удалите сорняки С дачного участка Прореживать всходы Прививать деревья И проращивать семена Не рекомендуется 9 июня Полнолуние Луна В стрельце В такие дни проводить Какие-либо работы С растениями Нежелательно Устройте небольшую передышку 10, 11 и 12 июня Убывающая луна В созвездии Козерога Любые растения Посаженные под этим знаком Будут хорошо плодоносить Но медленно расти Не повредит Санитарная обрезка деревьев 13 и 14 июня Убывающая луна В водолее Это крайне благоприятные дни Для селекционных работ С цветами Светлана 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 Возвольте Продолжение следует...